Добрейшего дня, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Продолжаем рассказать про Онуху. К сожалению, с Лунопарком снять сюжет не удалось, потому что в прошлые выходные шел дождь проливной, вот, в субботу-воскресенье, и что-то мы обломились ехать в центр города. А сейчас я расскажу, как у нас все в шаговой доступности. Вот мы стартовали с того места, где я паркую свою машину возле дома, на 16-й улице. Впереди виден даунтаун, небоскребчик этот наш, под гостиницей. Дабл-3, это Хилстонский филиальчик. А мы сейчас едем гулять, это наше стандартное развлечение вечером. Обязательно перед сном часика 2-3 подгулять по набережной, по окрестностям. Моцелон сделать. Когда есть силы, ходим на более большую дистанцию. Опять же, велосипед есть. Извините, тоже велосипед купили. У нас сейчас задача в Гудвеле найти такую колясочку для ребенка, она притеряется в велосипеде, чтобы ребенка тоже возить. Вот, а мы сейчас... О, вот интересно, смотрите, впереди у нас инвалид едет на коляске, на такой электрической. Он, и не поворачивает, чего он хочет, поверет он или нет, а? Мы, как культурные граждане, его пропустим. Что же он делает? Сейчас повернет. Повернул! Ура! Таврический ход завершился. Вот, вот так инвалид здесь катается на коляске, на электрической. По городу, в магаз и обратно, за пивком. Короче, у них здесь влафа, вот этих инвалидов. Вот, а район у нас здесь старенький. В начале 20 века здесь жили переселенцы из Чехии и Польши, в основном Чехии. Поэтому здесь чешский такой район. Не путайте с чеченами, это настоящая Чехия, которая сейчас корреспублика живет и варит замечательное пиво. Так, успеваем мы, успеваем, успеваем, зеленый свет наш. Здесь, в принципе, все в шаговой доступности. Я официально еду по этим вот маленьким улочкам, чтобы примерно было у вас впечатление о нашем райончике. Пока еду, буду дальше рассказывать. У меня, помните, в одном из роликов я рассказывал про вытеку американских штрафов, которые автоматически приходят от этих вот камер, которые установлены. Ну и посоветую Юрию Индианой. Она мне сказала, у Макса, что ты будешь штраф платить? Напиши апелляцию, посмотрим, что это получится. Ну и вот, короче, я написал апелляцию. У меня в четверг должно состояться слушание. Я поеду туда, вот в конце Ублаз, в группу разбора, где будет разборка полетов. Ну, предварительно я уже посмотрел, там они написали бумагу такую, где ссылочка на видео заснятая. Вот, короче, это не мое нарушение. Там чужая машина проехала на красный, а я, как добропроездочный гражданин, стоял и дожидался своего зеленого цвета. Ну, причем у меня еще поворот не включен налево, поэтому поворачиваю, там немного еще переди меня отрыв стоял. Так что будут доказывать, что я не верблюд, но, видите, система тоже дает сбои везде, натуральная система. Вот, все-таки человек пока никто не заменит. Круточки у нас офис ЮСПСовский, куда я приблизительно с завидной регулярностью каждый день езжу, отвожу всякие разные заказы. Тут вот мы приехали, практически нужно только вот повернуть налево, вон там соседнее здание будет у меня налево. Вот, что еще интересного? Вот тут старые дома еще сохранились с начала 20-го века, конца 19-го. Проехали, мол, станция была в Бурлингтон, сейчас тут она разрушена. На днех, мэрия подписала указ, что он передает станцию телеканалу, так что здесь будет реконструкция. Вон тут, как тамился, валяется на улице, он сидит, перегрелся на солнышке. Вот мы проезжаем в Крымдорожный музей, о нем тоже ролик снимал. Вот, так что, вот у нас даунтаун уже появился. Появился у нас даунтаун. Здесь сейчас старые дома все реконструируются, а в них делают или дорогие апартаменты реконструированные, или какие-то офисные центры сделали пешеходную зону. То есть так постепенно даунтаун делают, приводится в приличное состояние, такое престижное, как это и должно быть. Вот они пошли в злачные места нашего города. Обычно здесь вечерами включается иллюминация, народ приезжает после работы пивко погонять. Проехали, здесь была пешеходная вообще зона, там брусчаточка. Вот, люди гуляют. Очень интересно здесь такое развлечение, сделана такая карета в виде волшебной тыквы. Возят желающих, обычно это заказывают мальчики с девочками, которые проходят конфетно-букетный период знакомства. Вот, ну вот сейчас мы поворачиваем. На красный свет здесь поворачивать можно, поворачиваем. Справа от нас осталась коннегровская вот эта вот аллея с флагами. И там еще стояла скульптура неизвестному повару. Интересная такая скульптура. Вот, как-нибудь будет у меня время, дойдут руки, я еще сниму о ней репортажи. Вот, прямо перед нами находится парк. Он внизу как-то в таком искусственном водоеме, искусственный водопад. На гондолах можно покататься. Вот тут то место, где я обычно гусиков кормлю. Сейчас у тебя не вижу их, там их, чтобы никуда перебрать, в другое более хлебное место. Над нами тут огромный мост. Сейчас мы проезжать будем его, это Хайвэй, который уходит в соседний штат Вайву. Концобласт, там такое скопление всех интересных мостов. Мы обычно ездим продуктами Тарикса, потому что там немножко подешевле получается, чем в Омусе. Видимо, из-за налогов, там налоги поменьше, и цены подешевле. Сейчас вот мы проезжаем как раз над нами этот Хайвэй, а пересекать мы будем железнодорожное полотно. Тут такая одноколейка. Вообще, я был удивлен, что в Америке делают одноколейные железные дороги. У них железнодорожный транспорт, как-то очень странно, развивался по сравнению с Россией, но может с Европой. Сейчас он вообще практически заглох, остались тут грузы-перевозки. Пассажирские практически сообщения прекратились, то есть от нас вот только раз в день ходит поезд в направлении Сан-Франциско, и один раз в день поезд идет в сторону Нью-Йорка, и там он через Чикаго идет. Вот это набережная, по которой мы гуляем. Да, что-то, смотрю, они все демонтировались. Очень обидно, знаешь, из-за этого дождя пропустить мероприятие. Вот тут Катя на дороге, видимо, кто-то уже на коне тут проезжал, Катя конь отложил, вот. Ну, вот, собственно говоря, мы приехали. Луна-Парк еще до конца не демонтировали, но, похоже, уже все. Наверное, не будут делать больше сейчас мероприятия. Не удалось у них с коммерческой точки зрения все это сделать. Вот, ну и мы запарковались, и впереди виден небоскреб, впереди виден стадион Century Link. Оставайтесь с нами на канале, я постараюсь сейчас смонтировать достаточно длинное видео по аллее динозавров. Мы были на прошлой неделе в зоопарке, там открыли новый аттракцион «Потерянный мир с динозаврами». Мне сейчас осталось только из 5-6 роликов склеить нормальное, полноценное видео, чтобы не кусками все это было. Поэтому следите за анонсами. Ну, и те, кто на канале впервые, значит, соответственно, рекомендую смотреть все мои видео сначала. Подписывайтесь на мой канал, и, соответственно, если какие-то видео нравятся, размещайте в социальных сетях. Спасибо, и хорошего дня!